Лабутнанские библиотекари провели праздничное мероприятие, приуроченное ко дню пожилого человека. В читальном зале собрались те, кому возраст не помеха для активной и полноценной жизни. Многие из них специально для этой встречи приготовили осенние наряды, стихи и частушки, а еще принесли с собой угощения, соленья и маринады собственного приготовления. На огородных рассыпушках побывала и наша съемочная группа. Моченый арбуз ушел на ура, впрочем, аппетитного и вкусного вокруг было много. Маринованные подосиновики, соленые огурцы, овощная аджика, брусничное варенье, столы ломились от угощения, а в воздухе витал ароматный запах соленья. Все блюда участницы застолья приготовили сами. Сами и стихи специально к этой встрече сочинили. Славно лето потрудилось, так дороге уродилось. Если в лес ходить не лень, есть припас на зимний день. Наварили мы варенье, заготовили грибы, будет сверху дню рождения, лето красного дары. У нас, тем более, у нас на севере очень красивая периода, и мы решили сделать мероприятие осенние рассыпушки. Все мы знаем, что у нас в лесу есть и ягоды разные, и грибы, и никто не проходит мимо, чтобы не побывать в лесу, не насобирать себе этих дорог. Кулинарное мастерство – повод приятный, но для встречи не главный. Традиционно в России начало октября посвящается людям старшего поколения. День пожилого человека – праздник для души. Он дарит добрые эмоции и встречи, которых порой не хватает в повседневной жизни. Я довольна им. Пришла сегодня, в общем, так отдыхаю и всех призываю, чтобы наши люди приходили, общались, чтобы были жизнерадостны, чтобы думали о своем здоровье. Участники праздника – люди с разными судьбами и характерами, но всех их объединяет одно – активная гражданская позиция и стремление жить полноценной жизнью. Мария Елисеева, например, сразу два творческих коллектива посещает – вокальный ансамбль «Рябинушка» и хор ветеранов «Северяночка». Из народного творчества больше всего частушки любят. Как красиво все кругом, золотых осенненьких, а вести желтые летят, под ногами же летят. Задурные частушки окружающие слушали с удовольствием. Затем все вместе пели любимые песни и вспоминали прошлое. Все эти женщины много лет трудились на благо родного города и округа. Теперь у них есть время чаще встречаться и заниматься любимым делом. Это их радует, в этом они черпают силы. Осень для них – не только красивое время года, но и замечательное время жизни, наполненное яркими красками, событиями, впечатлениями. Люди в свеклу, морковь и капусту тоже есть, потому что витамины в овощах и фруктах есть. Ирина Волотитина, Эдуард Захаров. Программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова